Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о двух задачах, которые появились на реальном ЕГЭ в 2018 году. Первая задача, о которой мы сегодня поговорим, давалась в резервный день. То есть в тот период, когда люди писали ЕГЭ в случае, если они не смогли написать его в основной момент, то есть 1 июня. Например, они болели, ну или были какие-то еще причины. Вторая задача будет относиться к засрочному периоду. Это период для людей, которым по каким-то причинам нужно было сдать ЕГЭ раньше срока или они уже сдавали ЕГЭ ранее. Обе задачи будут для нас интересны, в первую очередь с той точки зрения, что нужно будет обсудить, как правильно их оформлять и какие именно нюансы в них нам следует обосновывать. Ну плюс в этих задачах будут достаточно интересные приемы, которые тоже делают эти задачи весьма актуальными для рассмотрения. Так что давайте начнем! Итак, условия задачи перед вами, давайте с ними разбираться. У нас есть некоторая фирма, которая производит некоторый товар в количестве Q1 и продает по цене P. Понятно, что если P будет большим, то покупать у нас товар будут меньше и, соответственно, производить нам его тоже нужно в меньшем количестве штук. И наоборот, если P будет маленьким, то товар будет дешевым, значит его много купят. Ну и из этой формулы видно, что Q должно измеряться от 0 до 15 тысяч. Ну понятно, что меньше 0 производить мы не можем. Ну а больше 15 тысяч, исходя из этой формулы, тоже производить нецелесообразно. Например, просто нет в этом товаре потребности больше, чем в 15 тысяч штук. Далее. У нас есть затраты на производство. То есть, одна штука Q, то есть одна единица товара, требует на себя 3000 постоянных расходов. Ну это какие-то вот там, скажем, материалы на ее изготовление. И еще миллион рублей, это, скажем, аренда, содержание, производство и так далее. Плюс мы должны платить государству налог. На одной единице товара мы должны платить P, где налог от 0 до 10 тысяч. Вот. Ну а дальше можно посчитать, сколько мы заработаем. Как это понять? Ну это легко. Надо умножить цену одного товара на количество товара. Тогда мы получим всю нашу прибыль. А дальше вычесть все наши расходы. То есть, налог, количество единиц и еще миллион рублей. И тогда понятно, что вот, ну тогда вот понятно, как получается наша прибыль. Теперь. Чего хочет предприятие? Оно хочет получить как можно больше прибыли. Значит, оно будет выпускать ровно столько штук товара, чтобы прибыль была максимальна. Чего хочет государство? Государство хочет побольше налогов. И дальше государство, нам надо понять, какой налог следует установить государству, чтобы прибыль, точнее, чтобы вот эта величина, количество налога, налог на единицу товара, умноженный на количество товара, был максимален. То есть, чтобы мы с этого предприятия получили как можно больше налога. Вот такая суть. И теперь вроде понятно, чего все хотят и почему все так действуют. Ну давайте разбираться. Значит, первый шаг. У нас вот здесь слишком много неизвестных. А хочется сделать их поменьше. Ну давайте это сделаем. Мы с вами скажем, что P есть 15000 минус Q. И давайте еще раз вспомним, значит, мотивация предприятия получить максимальную прибыль. То есть, у него мотивация, чтобы вот эта величина была как можно больше при данной величине T. Итак, цена будет вот такой. Ну и тогда прибыль, функция прибыли. Давайте ее буквой P напишем. P, прибыль от Q, от количества единиц, выглядит вот так. Это 15000 Q, минус Q квадрат, минус 3000 Q, минус миллион, и минус TQ. Мы можем это упростить. Мы получим, что P от Q у нас имеет вид 12000 Q. Даже давайте я Q за скобочку вынесу. У меня получится 12000 минус T, умноженное на Q, минус Q квадрат, и минус миллион. Вот такая штука. Ну и теперь, вот от этой прибыли нам хочется найти максимум. Как мы можем это сделать? Ну здесь у нас, собственно, два пути. Первый и более простой, это заметить, что P от Q это квадратичная функция. Графиком квадратичной функции у нас является парабола. Ну и, собственно, ветки этой параболы, учитывая знак минус B, направлены вниз. То есть график P от Q у нас какой-то вот такой. Тогда легко понять, где у него будет наименьшее значение. Точнее, наибольшее, извините, значение максимальное. Оно будет в вершине. И дальше, если мы эту вершину найдем, давайте ее найдем. Формула вершины. Х вершины есть минус B на 2А, минус B, то есть T минус 12000 на 2А на минус 2. То есть получается 6000 минус T пополам. Только давайте, наверное, тогда это не Х вершина обозначим. Ну или будем считать, что это вершина вот этой параболы. Давайте все-таки вот здесь я введу обозначение Q вершина. Вершина по Q. Итак, вот мы нашли Q. Мы понимаем, что вот при этом Q у нас прибыль будет максимальной. И, ну что тогда делать? Если Q будет, предприятие выберет вот такой Q, тогда сколько же налога она заплатит? Давайте посчитаем. Значит, TQ у нас при данных параметрах равняется 6000T минус T квадрат на 2. Ну здорово. И что же теперь? А теперь, собственно, нам нужно, чтобы это было максимально. А здесь логика такая же. Это опять парабола. Давайте я уже нарисую это в другом месте, другим цветом. Это парабола. Но опять ее ветви направлены вниз из-за вот этого минуса. Тут мы напишем T вершина. Ну и тогда мы можем понять, что раз ветви вниз, то наибольшее значение будет в этой точке. Отсюда мы можем понять, что... Значит, нам нужно посмотреть, какая у нас T вершина. Минус B, 6000, на 2А, то есть на минус 1, и получается просто 6000. Вот при этом T, вот эта величина будет максимальна. Ну и отсюда становится понятно, что налог, который следует установить государству, это 6000 рублей на единицу товара. Ну, дальше тогда понятно, что предприятию нужно выпускать 3000. Но про все это нас уже не спрашивали. Она спрашивает про вот эти 6000 рублей. Это если идти через параболу. Ну, можно было идти через производные. Давайте это тоже посмотрим, а потом будем обсуждать. Если через производные, то мы берем производную P от Q, P' от Q. Получается 12000, минус T, минус 2Q, это наша производная. Значит, производная у нас равна нулю. Равна нулю, если Q у нас равняется 1200, минус T пополам. Или те же самые 6000 минус T пополам. Вот наша величина. И на самом деле, когда на экзамене проверялась эта работа, многие проваливались именно в этом месте, потому что они писали, что тогда вот это именно то Q, которое надо брать. Q максимальное, но мы этого не знаем. Мы просто нашли критическую точку производной. И совершенно непонятно, а точка минимума это или точка максимума. Это, конечно, нужно отдельно смотреть. Мы можем на числовую прямую нанести это Q. Минус T пополам. Это понятно, что если взять Q сильно большим, например, возьмем Q миллион. Понятно, что производная будет отрицательной. То есть здесь минус. Здесь плюс, наоборот, мы можем взять 0 вместо Q. Ну и мы знаем, что T у нас в том числе до 10000. Ну и тогда видно, что вот здесь функция возрастает, здесь убывает, значит, это точка максимума. И вот теперь мы знаем, каким Q должно быть точка максимума. Теперь мы можем это Q подставить сюда, найти TQ. И, получив вот эту функцию, либо опять воспользоваться параболой, либо второй раз воспользоваться производной. Здесь будет то же самое. Ну давайте я... Ну или нет, я думаю, что тут и так все понятно. Здесь будет 6000 минус T. Ну, значит, понятно, что вот критическая точка это 6000. И дальше надо будет в ней просто посмотреть знаки. Ну вот, эта задача, помимо самого решения и понимания, тут важный момент состоит именно в том, что действуем мы либо параболой, или через производную. мы не можем оставлять на самотек вопрос статуса вот этой точки, вот этой точки, вот этой вершины. Мы обязательно должны пояснить, почему вот при вот этом значении T или при этом значении Q данные две функции будут достигать своего максимума. Либо через производную, либо про вершину параболы. Но эти слова обязательно должны быть написаны. Иначе, к сожалению, любой эксперт посчитает ваше решение необоснованным и поставит за него ноль баллов. Несмотря на то, что в общем-то у вас получится правильный ответ, все будет идеально, но нет, необоснованно. Вы просто взяли какую-то вершину или какую-то критическую точку. Поэтому, вот, в данной задаче, именно и вообще во всех 17-х задачах на оптимизацию, не забывайте, что если вы что-то решали через производную, нашли корень этой производной, вот дальше вам необходимо обязательно проверить, что вот эта точка там, либо точка минимума, либо точка максимума. Просто так брать ее, как вам хочется, из условия задачи, к сожалению, нельзя. Вот. Это касательно данной задачи. Ну, а теперь мы с вами можем перейти к решению, к разбору следующей задачи. Итак, текст второй задачи перед вами. И что у нас тут есть? У нас есть два региона А и Б. И про них известно, что в 2014 году в регионе А среднемесячный доход был 51 200 рублей, а в регионе Б 72 900 рублей. И дальше известно, что в регионе А среднемесячный доход рос на 20% в год, а в регионе Б суммарный доход рос на 12% в год. И население росло на М% в год. Ну что же, тогда давайте посмотрим, что у нас с вами происходит. Итак, среднемесячный доход в регионе А растет на 20% в год. Тогда можно сказать, что среднемесячный доход в 2015 году будет 1,2 умноженное на 51 200. дальше 1,2 в квадрате на 51 200. И наконец 1,2 в кубе на 51 200. А вот с регионом Б с одной стороны хочется сказать, что ну, от того, что суммарный доход вырастет, вот, все произойдет у нас вот так. То есть, будет 72 900, мы это с вами умножим на 12%, то есть вот он вырастет. И раз население выросло на М% значит нужно на некоторую величину поделить, то есть на 1 плюс М на 100. И вот такое у нас будет в 2015 году. Это правильно, но при этом это достаточно опасно. Почему это опасно? Ну, по той простой причине, что у нас здесь говорится про рост суммарного дохода и про рост населения. А как это связано с среднемечным доходом? Почему именно такое выражение? Ну и вот просто это писать, скорее всего, просто опасная история на экзамене. Давайте лучше попробуем все сделать обоснованно, а именно суммарный доход и среднемечный доход. Как они связаны? Ну, собственно, среднемечный доход есть суммарный доход S на количество жителей N. Или можно говорить, что суммарный доход это просто вот суммарный доход здесь это давайте я даже напишу суммарный доход 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 это ну, собственно, среднемечный доход на количество жителей. Ну и тогда, если мы запишем это сюда, то у нас получится 72 900 N это наш суммарный доход он возрастет на 12%, а дальше мы должны вот этот вот суммарный доход поделить на количество населения, тогда мы получим среднемечный доход, ну, то есть делим на количество населения на N умноженное на 1 плюс M на 100. И тогда уже понятно, что вот это действительно правда. Вот настолько выросло суммарный доход, настолько выросло население, значит среднемечный доход такой. Ну, продолжаем это писать. Что будет далее? Ну, далее будет 72 900 умноженное на N. Ну и, кстати, понятно, что это выражение на самом-то деле равно вот этому, потому что N на N у нас сейчас сократятся. Здесь получается в квадрате, а здесь получается N на 1 плюс M на 100 в квадрате. далее ну, еще один год на M уже 1.12 в кубе деленное на N M на 100 тоже в кубе. Ну, и вот кажется, что теперь у нас с вами все обосновано. Ну, теперь нам известно, что среднемечные доходы в A и B сравнялись. Давайте мы их приравняем. То есть у нас с вами получается 1,2 в кубе на 51.200 равно 72.900 умноженное на N умноженное на 1.12 в кубе и здесь N умноженное на 1 плюс M на 100 тоже в кубе. Ну, хочется сразу, конечно, сократить N и N. А дальше хочется M найти и большой ошибкой здесь будет раскрывать кубы. Выражение получится просто ужасное даже если все посчитается ну вот а что хорошо хорошо наоборот заметить что это куб это куб и это куб и тогда чтобы M было хорошим вот эта штука тоже как-то должна с кубами быть связана давайте пойдем потихонечку заметим что 2 нолика тоже можно сократить и вообще перенесем все в одну часть что мы получим 1 плюс M на 100 в кубе равняется 729 умноженное на 1 12 в кубе деленное на 512 умноженное на 1 2 в кубе ну и вот еще раз чтобы все получилось хорошо то есть на самом деле мы будем извлекать кубический корень чтобы он стал хорошим и адекватным и вообще мы могли это решить из этих чисел тоже должен извлекаться кубический корень ну и тут круто вспомнить или вывести что 729 это на самом деле не что иное как 9 в кубе а 512 ну это степень двойки можно вспомнить что это степень это 2 в девятой но по другому говоря это 8 в кубе и тогда у нас с вами получается окончательное выражение 1 плюс м на 100 в кубе равняется 9 в кубе на 1 12 в кубе деленное на 8 в кубе на 1 2 в кубе и после этого мы можем с вами радостно убрать кубы везде получается 1 плюс м на 100 равняется 9 умноженное на 1 12 деленное на 8 умноженное на 1 на 2 теперь значит мы можем выразить отсюда м это у нас что такое надо ну во первых мы давайте все сразу на 100 умножим то есть это будет 9 умноженное числитель и знаменатель сначала на 112 деленное на 8 умноженное на 120 минус 1 и все это опять умноженное на значит здесь мы видим что вот это точно можно сократить 8 и 112 получается 14 вот здесь дальше 9 и 120 можно сократить на 3 получается здесь 3 здесь 40 ну ну и тогда получается у нас с вами 42 40 42 40 минус 40 40 получается 2 40 или 1 20 то есть получается что m равно 1 20 умноженное на 100 или просто 5 вот получили с вами что m равно 5 остается только один тонкий момент когда мы с вами пишем ответ ни в коем случае не напишите в этот ответ 5 процентов ну m равно 5 процентов нет m это не процент m это вот число процентов поэтому ответ у вас 5 ни в коем случае m не равно у вас 5 процентов будьте очень внимательны потому что на самом деле при всей своей ну как там неброскости что ли эта ошибка на самом деле может очень дорого вам стоить то есть еще раз вас спрашивают m m это число процентов цифра ну извините число которое соответствует количеству процентов а если вы здесь напишите 5 процентов то это может быть на самом деле если вы скажете что m это 5 процентов то это можно просто трактовать как m равно 05 и еще раз если вас спрашивают именно число m то ваш ответ должен быть именно 5 вот ну а еще раз кроме вот этого ключевой идеей здесь было то что вот регион b конечно нужно расписать правильно учитывая все слова то есть внимательно читая условия самой задачи ну вот две такие задачи в них были свои нюансы в них были свои интересные приемы я надеюсь что они оказались для вас понятными так что я думаю что у вас все получится 17 задачи а я с вами прощаюсь и до новых встреч до новых встреч до новых встреч